На финале оффлайн мероприятия, но у всех даже в момент споров и определения позиций, наград, призов и всего остального было понимание, что нам не хватает 5 позиций, чтобы обозначить и наградить всех ребят, которые мастерски, красиво, ярко проявили себя на конкурсе. Поэтому сегодня мы на этой пресс-конференции, кроме тех победителей, которые прозвучали на конкурсе, они здесь у нас, Саша Балок, Ширли Мерли, мы говорим о том, что у нас еще есть десяток замечательных исполнителей, которым мы хотели бы помочь и дать дальнейшую дорогу с помощью целой, скажем, большой конструкции, большой индустрии, теперь под названием «Молодые ветра». Здесь вот, наверное, о призах и наградах сейчас Игорь Паньков расскажет, а я все-таки хотел бы назвать еще раз имена тех, кто не только был объявлен на конкурсе, а те, которые нас зацепили, Саша Балок, Ширли Мерли, продолжим, Тоби, это было объявлено на конкурсе, но также «Нафа», «Малая», «Рэд Гитар Пик», «Веснушка» – прекрасные исполнители, которые показали, что музыка и рок-музыка, рок-н-ролл, он очень широк. Мы слышали ритм и блюз, мы слышали поп-рок, мы слышали концептуальный, какой-то альтернативный рок. Это были все грани одного жанра, и я очень рад, что изначальная задача нами на сегодня выполнена. Мы хотели пустить в жанр нашего радио рок-музыки. – Всего происходит сейчас с нашими конкурсантами и с нашим проектом, поэтому самое главное – победители отправятся в тур со своими звездными наставниками. – Вот такие мысли, это уже глобального масштаба, но ничего в этом невыплатимого нет, обязательно будем воплощать в ближайшие годы. – И поклон нашему радио за то, что они вышли за рамки президентского фонда культурных инициатив, за ту сумму, за те средства, которые выделили. Они, разумеется, свою большую часть денег вложили в этот конкурс вместе с президентским фондом. – Но дальше, мы сегодня говорим о расширении участников, дальше пятерки, в гранде пятерка победителей, но мы расширяем число победителей, они расширяют его за свой счет, за ресурсы уже собственной индустрии, собственной радиостанции и своих возможностей. Это очень важно, это очень похвально, это уже, знаете, это уже подвижничество, это уже государственный уровень, когда организация работает в этом государстве, и на это государство патриотично делать такие сильнейшие движения за свой счет, это уже здорово. – Денис, вы меня опередили со спасибо, я хотел вам большое спасибо сказать, как идеологу этого конкурса и как человеку, уже познакомившись во время творческой работы с невероятно прогрессивными и интересными взглядами на молодежное творчество. У нас существуют определенные стереотипы по поводу любого творческого человека, и вы очень приятно всю нашу творческую команду удивили. Даже когда мы смотрели оценки всех членов жюри, и они совпадали с оценками, например, музыкального редактора, что очень сложно для таких людей узкоспециализированных, которые очень глубоко находятся в этой профессии. И мы говорим вам большое спасибо от всей нашей команды. – Благодарю, благодарю. – Да, конечно же, благодарю. – Есть мысила? – Конечно же, благодарю.